Всем привет! Смотрите, как добавить новые диски и расширить существующий RAID-массив без потери данных. В этом видео я покажу, как расширить аппаратный RAID, собранный на контроллере и NAS, а также программный RAID в операционной системе Linux. Когда в RAID-массиве заканчивается свободное место, приходит пора расширения хранилища. Для расширения RAID нужно добавить диски в массив, если это позволяет аппаратная часть сервера. В противном случае перестроить его с накопителями большего объема. Если у вас есть свободный слот для диска, вы можете без труда расширить действующий RAID-массив без потери данных. Далее мы рассмотрим, как добавить диск к массиву, собранному на базе контроллера, NAS, хранилища на примере QNAP, программный RAID Linux, созданный с помощью утилит MDADM и LVM, а еще средствами файловой системы BTRFS. Для начала давайте рассмотрим, как добавить новый диск в аппаратный RAID, собранный с помощью контроллера. Некоторые контроллеры поддерживают добавление дисков к существующим дисковым массивам RAID 5 и 6 уровня, что позволяет расширить дисковый массив для хранения большего количества файлов. В данном примере будет расширен RAID 5 с тремя дисками на конфигурации RAID 5 с четырьмя дисками. Для начала нужно подключить новый диск к серверу, затем зайти в BIOS контроллера или утилиту управления RAID. Некоторые контроллеры могут не поддерживать добавление дисков в существующий массив. Перед добавлением дисков в массив ознакомьтесь с мануловом вашего устройства. Все данные, которые хранятся на новом диске, будут затерты. Также рекомендуется сделать резервную копию ваших файлов. В окне утилиты управления RAID выберите контроллер, затем массив, который нужно расширить. Справа выберите опцию Expand Array. Затем выберите диск, который нужно добавить в массив и кликните по кнопке Save. После сразу же начнется процесс расширения массива. Здесь будет отображаться его статус. Дождитесь окончания процесса перестроения. По завершению в дисковом массиве появится свободное место, которое нужно добавить в логический диск. Отметьте логический диск, который собираетесь расширить и справа нажмите Extend Logical Drive. Здесь выберите Maximum Size или задайте другое значение, а затем нажмите Save. После начнется процесс перестроения дискового массива. По окончании его объем будет увеличен. При этом все данные, которые лежали на дисках массива, не будут утеряны. Если конкретный диск не включен в список, возможно, он не подходит для добавления в массив. Емкость диска меньше, чем у самого маленького диска в массиве. Диск не был отформатирован для расширенной функции. Он принадлежит другому дисковому массиву или настроен как диск горячей замены. Теперь рассмотрим NAS. Если на вашем NAS-хранилище есть пустой слот для диска, вы с легкостью сможете расширить объем виртуального накопителя, добавив новый диск. Для этого подключите диск NAS, загрузите его и откройте панель управления хранилищем. Далее откройте меню Storage Manager, Storage Pool. Здесь кликните по кнопке Actions и выберите из списка ADD диск. В открывшемся окне добавьте новый диск к существующему массиву. И нажмите Next. В результате вы увидите уведомление о том, что данный накопитель будет затерт. Жмем ОК для подтверждения. На следующем шаге проверяем параметры и жмем Apply. После начнется процесс инициализации. В этот момент диск будет доступным и можно продолжать работу с хранилищем. По завершении процесса инициализации остается только расширить Rate. Для этого откройте раздел Volume, затем Actions. Конфигурация. В открывшемся окне укажите нужный объем и нажмите ОК. Ждем завершения расширения. И проверяем данные, которые лежали на дисках. Как видите, все файлы остались на своих местах. Теперь рассмотрим, как добавить диск в MD-RAID 5, без потери данных на дисковом массиве. В Linux Ubuntu у меня собран программный RAID 5 из трех дисков с помощью утилиты MDADM. К данному массиву нужно добавить еще один диск такого же размера. Для начала нужно подготовить диск. Определяем диск, который нужно добавить. Вводим команду catproc. Далее нужно создать раздел на диске. С помощью утилиты F-Disk. N новый. P основной. Первый раздел. Следующие параметры оставляем без изменений. Жмем два раза Enter. И V записываем изменения. Итак, диск размечен. Теперь добавим его к существующему RAID 5 массиву. Для этого вводим такую команду. MDADM ADD. Проверяем RAID. Catproc. В результате диск добавился как запасное устройство. Для того, чтобы расширить массив за счет нового накопителя, нужно ввести следующую команду. Команда дает понять системе, что в RAID используется 4 диска. Эта команда инициирует перестроение RAID. Поскольку информация должна быть распределена уже по четырем жестким дискам. Этот процесс займет некоторое время. Для отображения статуса выполним такую команду. Здесь отображается прогресс выполнения операции расширения. Теперь RAID состоит из четырех дисков, но размер по-прежнему составляет 100 гигабайт. Чтобы иметь возможность использовать 50 гигабайт, доступные на RAID 5, вам необходимо изменить размер файловой системы. Сначала запустите проверку целостности. После того, как процесс завершится, без ошибок, файловую систему можно будет расширить. Это делается с помощью инструмента Resize2FS. Монтируем диск и проверяем. Раздел расширился. И как видите все файлы остались на своем месте. Следующим рассмотрим другой тип программного RAID, собранный с помощью утилиты LVM. Итак, у меня есть LVM RAID 5 уровня, собранный из трех жестких дисков. К нему нужно добавить еще один диск. Для начала его нужно подготовить, разметить и создать новый раздел. Я покажу, как это сделать с помощью утилиты FDISK. Для разметки вводим такую команду. Здесь указываем имя диска. N новый, P основной, первый раздел. Следующие параметры оставляем без изменений. V записываем изменения. Далее на этом накопителе создаем виртуальный диск. Выполнив такую команду. PVCreate. После, за счет нового виртуального диска, расширяем виртуальную группу. Вводим такую команду. Проверяем параметры виртуальной группы дисков. Ну и, наконец, вводим команду расширения самого логического тома RAID 5. И затем расширяем файловую систему на логическом томе. LVRESIZE. Открываем дисковую утилиту и проверяем параметры RAID. Как видите, RAID уже состоит из 4-х дисков. Открываем диск. Все файлы остались без изменений. Следующий RAID массив был создан с помощью файловой системы Btrfs. Он состоит из 3-х дисков, к которому добавим еще один накопитель такого же размера. Файлы, которые хранятся на RAID, затерты не будут. Для расширения программного Btrfs RAID используется команда BtrfsDeviceAdd, чтобы добавить устройство, смонтированную файловую систему, выполните такую команду. После добавления устройства рекомендуется выполнить команду балансировки файловой системы Btrfs. Для этого в терминале введите следующую команду. Затем проверим наш диск. В дисковой утилите видим, что объем увеличился. Файлы, которые лежали на дисковом массиве, не были затерты. Итак, мы рассмотрели несколько способов расширения RAID, следуя данной инструкции, вы сможете сохранить данные, которые хранятся на вашем RAID-хранилище. В том случае, если RAID был разрушен, вы потеряли доступ к файлам, которые хранились на дисковом массиве, вы сможете восстановить их с помощью программы Hetman RAID Recovery. В предыдущих видео мы детально рассматривали восстановление данных со всех озвученных в данном ролике о типах RAID. Ссылки будут в описании. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok